Они там обнаружили, что большие насосы стоят на магистральном. Сейчас они уменьшили. Это президент, да? Нет, согласитесь. Товарищ Аким, получается так. Президент 84-й там. Акимат. Это рядом дома ЖК тоже. Взятки, как говорится, разрешили дофига строительства. В проекте уже поставили вот эти насосы. И они протянули все наше тепло. Теперь по проекту. Давайте теперь выясним виноватых и за счет них поставим насосы. Это же всю жизнь у нас Акимат на взятках живет. Мы что, не знаем? Это вот точное. Я вам могу показать застройки. Давайте без таких. А как без таких? Ну не было разрешения во время моратория. Сколько хотите, я вам покажу домов. Нет, это смотрите. Венклане близко нет. Завод жилья мы тоже ответственны. В соответствии с этим. Ты ни разу не ту ответственность не понес. Что вы делаете? Должны развивать и жилищное строительство. Потому что 12 760 человек стоят в очереди. Поэтому и дома тоже нужны. Но, соответственно, инфраструктуру сейчас, например... А по каким местам дубли, когда насосы ставили? Нет, проектирование идет котельной на 100 мегаватт в районе КОС-2. Чтобы верхнюю зону мы отдельно отключили. Видите, это тяжелый процесс. Это не зайдите. Вот посмотрите, давайте сейчас. Вед Мухтаровичу дадим слово сейчас. По конкретно предпринятым шагам. И касательно АТП. Акономия. Громче говорите. Завтра все слышали. Вот это, что вы обозначили, что 3 единицы будут установлены на 14 мегаватт в районе КОС-2. И на 6 мегаватт в районе КОС-2. Вообще ничего не слышали. Да, погромче говорили. Нам не слышно вообще ничего. Можно громче. Он уже устал. Видите, голос у него в таком месте. Вы хорошо знаете меня. Вчера как вы. Мы не говорим, что нет проблем. Проблема есть. Отдельного характера. Смотрите, 27-й было. Это обрешение. В 19-м микрорайоне А был проблем. Мы решили. Сейчас в 12-й микрорайоне. И у нас непосредственно в 4-м микрорайоне вот такой проблемой вышло. Поэтому я вот сейчас. Давайте скушайте подвал. Знаете, что там творится? Хотя мы хозяева, обнаглевшие этот рыб. Я требую полностью проверку. Вот чтобы экономисты прям вот мы жалобу напишем. Это раз. Потом там творится что-то. Вы видели, да? Это что такое? Сначала, во-первых, в октябре. Товарищи Сану, да? У нас отопления лично у меня не было. Инженер, вот он, как называемый, делал у нас. Вот он, да? Заявляет. Было же. Я что, на патчете похожа? Если где-то есть и у меня нет, я требую, товарищ Аким, чтобы на каждую квартиру был составлен акт. Теперь я круглосуточно за него обогреватель. Свет не накрутит, правильно? Акт. То же самое. Согласны? Я же не обязана. На все обслуживающие дома. Да, не только один дом. Почему мы штаб проводим? Почему мы каждый раз... Я сам лично в телеграме отвечаю, говорю, что если у вас отсутствует тепло, вы можете актировать, потом... Он нам заявил... Нам не предоставляют никакие акты. Понимаете? Или вы научите их работать. Вы, правда, от них по-любому отказываете? Вот как тепло есть, ведь у меня нет. Что в одном этом есть, какая не рай, вот он опять есть. У нас, смотрите, у нас, смотрите, у нас, смотрите, у нас в целом, у нас в целом, знаете, если до этого авария была, здесь немножко циркуляция проблем, поэтому, такой у нас... Есть долгосрочный план, в целом, по решению проблем отопления, и есть краткосрочный план. Краткосрочный сейчас это наладочные работы. Здесь мы вот прошли по некоторым вот этим высотным домам, у которых есть мощные насосы на обратке. Вот мы по ним сейчас прорабатываем, чтобы отключить, и они не давили на обратную. Так вы это долго будете на кладку вести? Нет, нет, нет. Так зима пройдет? Сейчас. И как их отключать? Сейчас конкретно план есть. Давайте я скажу. Да. Зато вы свои вопросы делаете. Вашу эмоциональную составляющую все поднимают. Конечно, мои коллеги не дадут соврать, днем и ночью ходят по всем этим. У нас 1217 домов, да, износ труб есть. Мы это знаем, но конкретные шаги по изменению данной ситуации есть в Акима области на контроле данных вопросов. Поэтому сейчас в долгосрочной перспективе мы закупаем 163 индивидуальных тепловых пункта, которые будут здесь устанавливаем. За счет бюджета, понимаете, чтобы мы вот эту балансировку... Это когда будет? А ты чего, что ли? Нет, это мы сейчас уже... Они в процессе переговора идут, уже доставку сделают. Просто надо понимать, что были аномальные климатические условия. В декабре ситуация минус 10 с ветром, по ощущению минус 20. Вы что, у нас не знали, что зима будет, что ли? Вот я бы в подвал спускались, вы трубы видели? Вот мне интересно, наша... К зиме вообще не готова, правильно? Получается. Есть... Вот есть это, да? Рэп, да. Они... Инженер вообще не соображает ничего. Директор... Мы говорим, что... А сантехники... Чего они могут? Сантехники половина разом... Сейчас специалисты должны работать. Я с другими жильцами тоже каждый день встречаюсь, каждый день прохожу. Мы дали поручение. ЖЭК пускай организует собрание, отчетную встречу делайте, показывайте перед жильцами, как согласно законодательству вы должны сделать отчет. Жилищная инспекция просматривает. В подвале разводку электросетей готовите под индивидуальный тепловой пункт. Лампочки и так далее, меняете сами, согласно работы. Потом дальше жильцами сейчас гранили, мы смотрим, индивидуальный тепловой пункт. Поубирали все патроны, все, внизу с ребенком. Вот. И дальше мы сейчас наладку хотим делать. Мы сейчас тоже должны... Все понятно. Вот мы хотим... Вот девочка, иди сюда с ребенком. Вот она даже дома не живет, бедная. Снимает квартиру, смотрите. Вот она, ее дом, пройдите в первый подъезд. И вы увидите, что ледяные, она там находиться не может. Что вы видели? Вы вот сейчас будете доклад делать. Можно вопрос? Вы сейчас будете доклад делать. Вы сейчас что придете, скажете? Что Казахстан в тепле, все нормально, у всех жильцов все нормально. Они с вами согласны, мы договорились, все мирно разошлись по домам. Сейчас так скажете? А вчера так отписались. Когда мы про холод говорим, она прекращает съемку. Когда вы что-то хорошее говорите, съемка начинается. Вот я при этом спрашиваю сейчас, как будет. Мы с нами журналисты связывались. Посмотрите, наш социальный паблик... Вы говорите, там все хорошо.